Бронза Олимпийских игр 76-го и золото 72-го в десятиборье для Николая Вилова это во многом заслуга легендарного наставника Владимира Кацмана. Тренер разглядел талант чемпиона с самого детства, был в тренерском штабе сборной Союза и давал важные советы даже перед решающим видом программы, которая принесла золото в Мюнхене. Когда оставался последний вид, это бег на 1500 метров, к нему подошел главный тренер сборной Соры, с кем впоследствии я стал работать, это Фред Куду, эстонец. И он подошел к нему и говорит, вот так и так, надо, чтобы Николай бежал быстро, может рекорд мира установить. А Владимир Ильич говорит, он уже столько всего сделал, он так устал, что будет лучше, если вы подойдете. И вот ко мне Фред подошел и начал говорить мне, Коля, все может быть, может это первый и последний раз, что ты выступаешь на таком уровне и может быть мировой рекорд, и упускать это нельзя. Ну так получилось, что я стал мировым рекордсменом. Владимир Яковлевич был разносторонним тренером. С ним советовались чемпионы из различных видов спорта. Легкая атлетика, физика и силовая выносливость – вообще основа основ. Кроме Авилова, Кацман воспитал еще одного олимпийского чемпиона Мюнхена Владимира Семенца в велотреке. Что уж говорить, если и борцы, и стрелки приходили за советом. Он давал хорошие советы. Это действительно был великий человек, великий тренер. Он к каждому имел подход, подойти умел, всегда говорил. Я вспоминаю до недавнего, постоянно помню, у него такое было, вот говорит, ты гвозди крутишь там, все. Вот и мы с ним здоровались, у него такое было сильное рукопожатие. И это я буквально недавно, в 2009 году, ну может месяц назад, мы встречались здесь. Он приходил, потому что правильно, Динамо, это для него был дом его. Он общался со многими видами спорта, спортсменами, тренерами. И делился какими-то своими знаниями, которые можно было перенести на свои виды спорта. Вот. И был очень добрый, хороший человек. Причем без присущих, допустим, людям его славы, что ли, спортивной, таких некрасивых амбиций. Нет, он был очень прост, он был очень доброжелателен и очень-очень-очень добрый человек. Владимир Яковлевич тренировал почти 70 лет, работал до последних дней жизни. Год назад ушел на пенсию, но продолжал приходить на стадион Динамо и в Олимпийце. Работал с детьми, помогал молодым наставникам. Это человек был, который не стеснялся говорить о том, если он что-то не знал, он всегда с удовольствием мог поинтересоваться и все это брал на вооружение. К сожалению, сегодня у наших тренеров, даже молодых тренеров, они считают, что они самые умные, самые грамотные. И вот он практически всю свою жизнь пытался показать и рассказать, как надо готовиться, как надо тренировать, и многие его не слушали. Все его знали как доброго, искреннего человека, но при этом в семье он воспитал дочь и сына строго и справедливо. Самый главный его принцип, для него было очень важно, это дисциплина. Все остальное можно было смеясь пройти, а вот именно дисциплина и очень важно пунктуальность. Это вот то, чего, может быть, я как бы не всегда мог, как говорится, исполнять. Вот пунктуальность, это для него был вообще главный приоритет жизни. Ни наругав не получалось, то есть ругал часто, много и было всякое, то есть жесткий человек. Ну, то есть, может быть, благодаря его жесткости я вот до последнего его дня, я действительно, ну, если честно, боялся даже его. Потому что, когда он меня чуть пригарковал, я ничего не мог ответить. 13 июня Владимиру Кацману должно было исполниться 91. Он всего пару дней не дожил до дня рождения. Но его знания и тренерский дух будут и дальше вдохновлять и направлять многочисленных воспитанников. Репортер выражает слова соболезнований и благодарности родным и близким легенды. Дмитрий Богомолов, Константин Нищерет, телеканал Репортер.